МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. Представители башкирского рода Уран собрались на ЕН в съезд в Янаульском районе 12 февраля. Съезд до родов проходит в рамках года башкирской истории, объявленного Всемирным Курлтаем Башкир. На втором этаже Межпоселенческого культурно-досугового центра развернулась масштабная выставка, листая страницы истории рода Уран. Гости познакомились с особенностями башкирского этноподворья, выставкой декоративно-прикладного искусства. Гостей приветствовали исполняющий главы администрации района Салават Гельмиев и председатель исполкома Всемирного Курлтая Башкир Галим Якупов. С научным докладом выступил кандидат исторических наук Салават Хамедуллин и другие видные дезели республики. Подробнее о том, как прошел съезд рода Уран в Янаульском районе, смотрите в наших ближайших выпусках новостей. Презентация журнала «Акбузат» в честь 30-летнего юбилея издания состоялась в Новортаульской школе 12 февраля. «Акбузат» – это российский ежемесячный литературно-художественный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста на башкирском языке. Он включает разделы детского творчества, жизни народов Башкортостана. Для учеников младших классов художник журнала Артур Василов подготовил мастер-класс по рисованию липы. Тематика выбрана не случайно. Это дерево – символ башкирского рода Уран. Дети старательно создавали свои маленькие шедевры. Каждый из них вложил в работу немало стараний. Лучшие рисунки ребят были отмечены призами. В этот же день школьники посмотрели мультфильм «Шумер» на северо-западном диалекте башкирского языка. Детский журнал «Акбузат» состоит из рисунков. У нас самые замечательные художники у нашего журнала. Потому что это те художники, они все именитые художники нашей республики. Один из них – Артур Василов, который сегодня провел мастер-класс. Вот тоже третий раз он в третьем районе уже проводит. Детям нравится. Если мы в Ураевском районе рисовали «Акбузат», потому что как любили журналы, а уже в Аскинском районе мы рисовали птицу рода «Балахсы», это «Карагуш». И вот уже в Янаульском районе мы рисовали дерево рода башкирского, рода «Уран», это «Липа». Мне кажется, что у детей получилось все. Мы, лауреата, выбрали трех человек и один гран-при. Кроме этого, все остальные рисунки у нас детей выйдут на сайте. Самый лучший рисунок выйдет в журнале. Каждый рисунок мы опубликуем на сайте, потому что каждый ребенок достоин внимания. Мы им приготовили красивые подарки. На гран-при дали планшет с башкирскими шрифтами. Там ребенок может сам самостоятельно научиться башкирской песне, башкирской сказке послушать. И может самостоятельно изучать литературный башкирский язык. Сейчас каждую неделю мы вот так будем по районам ездить и презентовать наш журнал. Это для того, чтобы у нас закрепилось живое общение с детьми, во-первых. Потому что то, что делает журнал, это, можно сказать, даже 25% той работы, как мы должны работать с детьми. Ребенок Башкортостана, он должен каждый раз чувствовать к себе внимание. Он должен знать, что он... Мы же всегда говорим, дети – наше будущее. Дети – не наше будущее, они наши настоящие. Вот-вот через 10 лет, через 15 лет вот эти же дети сами будут организовывать, допустим, те же праздники рода Уран. Это мы готовим их к этому, чтобы они знали свою историю, знали язык, чтобы они знали культуру. У них вот эти рисунки – это привитие же к искусству. Среди жителей села Орловка немало любителей здорового и активного образа жизни. Многие занимаются рукоделием, есть и те, кто с удовольствием фантазирует и творит на кухне. Проверить свои силы в приготовлении блюд хозяйки смогли на кулинарном поединке. Он прошел в рамках конкурса «Трезвое село-2020» 10 февраля. Будем готовить ребрышки, запеченные с соусом. В этот день участвовали две представительницы прекрасного пола – Резидоуткина и Светлана Пензина. Разнообразные блюда хозяйки готовят уже многие годы, но признаются, что для них это по-прежнему приятное и увлекательное занятие. Для участия в конкурсе выбрали свои самые любимые и проверенные временем рецепты. В течение нескольких часов работа на кухне кипела. Участницы готовили солянку, горошницу с овощами, запеченные ребрышки, салат бешбармак и фруктовый фреш. Сегодня для нас праздник. Вообще для нас, для женщин, готовить для своей семьи, для мужа, для любимого, для детей, которые приезжают, часто внуков. Мы держим свое, это всегда приятно, и когда приезжают внуки, дети, это всегда праздник. Мы живем своим хозяйством, простые люди. Держим свиней, корову, там летом берем индюков, уток, в общем, все свое. Ну, а я люблю делать солянку, щи люблю делать. И так как мы держим свиней, у нас, ну, не всегда, но обычно соседи знают, я очень часто делаю ребрышки. Зажаренные, они пожаренные, и потом соусом обмажу их и в духовку. Очень вкусно, питательно. Любим мы постоянно, ну, что, горошницу. Это же простое блюдо, деревенское. Почти в каждой семье делают, мне кажется, горошницу. Соревнования такого рода в поселении проводятся впервые. Но, как планируют организаторы состязания, кулинарные поединки станут доброй традицией и привлекут большое количество участников. Проведение подобных мероприятий – это не только отличная возможность показать свои таланты, узнать новые рецепты, но и поделиться с молодым поколением традициями местной кухни. Сегодня наши две представительницы прекрасного пола – это Уткина Резида Адисовна и Пензина Светлана Владимировна – решили провести кулинарный поединок. Они для себя уже решили, что они будут готовить. Готовили они сегодня с любовью. Это ребрышки запеченные. Также они нам продемонстрировали свое кулинарное волшебство – гороховая каша с овощами. Также были приготовлены наши всеми любимые бешбармак и разные стрепня. И у нас сегодня в рамках конкурса «Трезвое село» получилось такое буквально креативное, необычное, новое мероприятие – кулинарный поединок, чему мы очень рады, мы заинтересовались этим. Я думаю, что этот кулинарный поединок у нас проводится не так часто даже в районе, поэтому я думаю, это послужит примером, и в дальнейшем мы будем это дело пропагандировать и придумывать какие-то другие идеи, связанные и с кулинарией тоже. Завершился конкурс дегустации блюд. Главным судьей соревнования выступила глава поселения Любовь Шамшурина. Она оценила кулинарные способности участницы оформления блюд. Отметила, что все было выполнено очень вкусно, красиво и с душой. Муляра Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей, Янаульского телевидения. Общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 4 миллионов 42 тысяч жителей. В Башкортостане их число 26 214 человек. В России 15 089 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 160 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нарулина. По состоянию на 11 февраля в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции остается пока напряженной. Наблюдается небольшое снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 42 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них два пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. В республиканских учреждениях продолжают лечение два человека. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. На карантине на 14 дней находится 91 контактных человека. В Янаульском районе с декабря поступило всего 855 доз вакцины гамм-ковид-вак. В том числе пациентам с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет и работникам предприятий идет вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодня привито 630 человек. Вакцины в наличии имеются. Поэтому желающим привиться небольшое объявление. В выходные дни 13 и 14 февраля прививочный кабинет 117 тоже будет работать. Приходите и провакцинируйтесь. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги или по телефону 2-10-12. Но пока заболеваемость в районе регистрируется и есть риск все-таки заболеть. И поэтому рекомендуем соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! Модуль «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай» предполагает создание стоматологических кабинетов, оснащенных современным оборудованием во всех крупных школах республики, где численность детей превышает 800 человек. В прошлом году в гимназии имени Ирика Муксинова открылся современный кабинет стоматологической помощи. Теперь дети смогут получить качественную профессиональную медицинскую помощь по месту учебы. Зубной врач Светлана Тимиряева работает в гимназии с 2007 года. За 14 лет работы в кабинете заметно обновилось оборудование. Стало светло и уютно. Сейчас он оснащен новой стоматологической установкой. Есть аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников, сухожировой шкаф, паровой стеллеризатор. Все гимназисты проходят профилактические осмотры и получают необходимое лечение по показаниям. Кроме городских детей, своевременную помощь могут получить и сельские ребята со всего Янаульского района. Они будут посещать школьного стоматолога по графику. У нас на сегодняшний день 1037 учащихся, из которых 589 мы осмотрели с начала учебного года, с сентября. Нуждались и 149 детей, и санированы 149 детей. Также проводим беседы с учащимися, профилактические мероприятия. Выявляем детей, которые нуждаются в ортодоническом лечении. Они на сегодняшний день есть. Направляем на консультации. Сейчас у нас больше заболеваний, потому что это у нас питание, гигиена страдает у детей. Первый день мы, например, детей с класса по 30 детей их бывает. Берем мы их, осматриваем. На следующий день мы их вызываем, кто нуждается в лечении. Презентация нового социального проекта «Радость жизни» состоялась в детской школе искусств в понедельник 8 февраля. В этот день в зале собрались самые активные жительницы Янаульского района. Подробности далее в сюжете. В имени администрации Янаульского района и лично от заместителя главы администрации по социальным вопросам Миньяровой Глупарки Савильной разрешите передать вам слова приветствия и пожелания яркой, активной работы сегодняшнего дня. Ведущий специалист отдела социальной, молодежной политики и спорта администрации района Марина Соснина поздравила участниц проектов с началом новой, интересной и насыщенной жизни. Новый проект «Радуга жизни» пятый по счету реализуемый в нашем районе благодаря стараниям Совета Женщин Янаульского района. Большой вклад общественной организации высоко оценили и на федеральном уровне. В этот день председатель Совета Женщин района Ильсияр Проскурякова была награждена памятной медалью дочерям Отечества Совета Женщин Российской Федерации. 2020 год был ознаменован 30-летием Союза Женщин России и 100-летием женского движения Башкортостана. Об итогах работы Совета Женщин района и успехах, достигнутых в минувшем году, рассказала его председатель Ильсияр Проскурякова. В этот день она отметила почетными грамотами председателей женсоветов, членов президиума и волонтеров. Почетной грамотой Союза Женщин России была награждена Почетными грамотами Союза Женщин Республики Башкортостан были отмечены Председатель женсовета Новоатомольского сельского поселения Аниева Гульсина Гариповна. Член президиума, заместитель председателя Совета Женщин Янаульского района Белова Вероника Владимировна. Член президиума Совета Женщин Янаульского района Байдемирова Валентина Валентиновна. Новый проект стартовал в первых числах февраля, а уже на этой неделе для участниц начнутся первые занятия. Желающих вести активный образ жизни и дружить со спортом в этот день было немало. В программе занятий комплекс адаптивной физической культуры и лечебно-оздоровительная гимнастика, скандинавская ходьба, аквафитнес, курс лекций и практических занятий с участием врачей узких специальностей, психолога. В этот день перед гостями выступила врач-гириатор Алевтина Чебан, невролог Юлия Потеряева, педагог-психолог Рушинья Габдрахманова. Они рассказали о том, как укрепить свое здоровье, противостоять коронавирусной инфекции и быть в хорошем расположении духа. Праздник продолжили художественные номера. Кроме того, все желающие смогли посетить импровизированную книжную выставку. В рамках Всемирного дня безопасности интернета Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводит информационную акцию. Ее главная цель – повышение правовой и финансовой грамотности граждан. Как отмечают сотрудники Инаульского межрайонного отделения судебных приставов, в настоящее время по-прежнему действует режим ограничения по личному приему. Поэтому они рекомендуют по возможности использовать телефонную и электронную связь для обращения к сотрудникам службы. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан напоминает, что получение достоверных сведений об исполнительных производствах, находящихся на исполнении, возможно только путем использования официальных источников. Это Банк данных исполнительных производств. В первую очередь, это сервис Банк данных исполнительных производств, доступный всем жителям Республики на интернет-сайте УФССП России по Республике Башкортостан. Для получения информации о наличии исполнительного производства в отношении себя, достаточно зайти на сайт ведомства, найти в центре страницы поисковую строку «Узнай о своих долгах», набрать в окне поиска своей фамилии, имя, отчество и дату рождения. Далее идет приложение ФССП. В целях повышения доступности граждан сервису «Банк данных исполнительных производств» несколько лет назад было разработано и успешно действует бесплатное мобильное приложение ФССП, которое можно найти и бесплатно скачать в магазинах приложений Google Play, App Store на iPhone, Microsoft Store, набрав в поиске ФССП. Он еще и представляет подписку, которую граждане могут самостоятельно контролировать свой долговой статус. Способы оплаты Любую имеющуюся задолженность можно оплатить онлайн, но в таком случае в целях предотвращения мошеннических действий рекомендуется гражданами и представителями юридических лиц погашать долги только способами и методами, указанными на официальном сайте нашего ведомства. В частности, оплату произвести с помощью сервиса «Единый портал государственных услуг». Для тех граждан, кто не пользуется онлайн-платежами, имеется возможность погашения задолженности в кредитных организациях, куда можно обратиться с готовой квитанцией предварительно распечатанной сервисе «Банк данных исполнительных производств». Для оперативного взаимодействия граждан, юридических лиц с сотрудниками органов принудительного исполнения в управлении организована работа Центра информирования по телефону 272 1646. Сотрудники службы проводят консультирование как взыскателей, так и должников и оказывают квалифицированную юридическую помощь. Обращаем внимание граждан, что рассылка электронных сообщений на адреса электронной почты в службе судебных приставов не осуществляется. Информирование граждан осуществляется только следующими способами. Во время личного визита судебного пристава, письменными уведомлениями, направляемыми по почте, посредством телефонного автообзвона, звонки из которого осуществляются в рамках исполнительных производств имущественного характера, где должниками являются жители республики. Уведомление о задолженности из мобильного приложения ФССП, которое граждане могут сами установить на своем мобильном устройстве. Всероссийская перепись населения пройдет в новые сроки в сентябре 2021 года. Правительство Российской Федерации приняло такое решение с целью не помешать текущему улучшению эпидемиологической ситуации в стране и гарантировать безопасность всех участников. Подробнее об условиях переписи населения рассказала уполномоченная по вопросам переписи в Янаульском районе Резида Парыгина. Новые сроки позволяют остаться в рамках раунда переписи рекомендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращаются домой из отпусков. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуги. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным оборудованием. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 13 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили город Будапешт. Взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, продолжалось 108 суток. В тяжелых боях наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Советский солдат принес венграм свободу. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. 15 февраля. Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата установлена в память о почти 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. Ограниченный контингент вооруженных сил СССР присутствовал на территории Афганистана с 1979 года. 15 февраля 1989 года советские войска с честью выполнившие свой долг были окончательно выведены из Афганистана. Дешево, 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 дешево. Аэрозоли, микстуры, таблетки, мази, сиропы, бинты и салфетки. Радуют выборы, низкие цены в очень доступных аптеках Формленд. Мизим Форте 20 таблеток. Всего 63 рубля. Торт, шоколад и конфета. Услада для семейного бюджета. Конфеты «Сказочная птичка-красавка» 99, пломбир на сливках 450 грамм 99, кофе «Мока» 129 рублей. Срок акции по 14 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Дешево, 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 дешево. Аэрозоли, микстуры, таблетки, мази, сиропы, бинты и салфетки. Радуют выборы, низкие цены в очень доступных аптеках Формленд. Арбидол максимум 10 капсул. Всего 499 рублей. Накануне Дня влюбленных многие задумываются, что подарить своим любимым на этот праздник. Мы предлагаем небольшой подарок ручной работы. И для этого зададим вопрос, что общего между молотком и нитками. Из этого материала можно приготовить очень интересный подарок. Еще в 17 веке нитками и гвоздями, молотком люди украшали свои жилища. Этот вид искусства был придуман в Англии. Он называется string art. Для изготовления изделия в технике string art нам понадобятся деревянные досочки или пенопласт, молоток, гвозди, нитки. Также можно использовать карандаш, плоскогубцы и скотч малярный. Итак, мы начинаем. Мы сегодня берем пенопласт, поскольку он самый легкий материал, но можно использовать и доски. Доски кто-то делает такую технику даже на заборе, на двери, на старой мебели. Мы сегодня попробуем сделать это на пенопласте. Мы начинаем с разметки. Разметку нужно сделать на равном расстоянии, куда мы будем вбивать наши гвоздики. Чем чаще мы вбиваем гвоздики, тем красивше и ярче получается рисунок. Мы забиваем в каждое отмеченное нами место гвоздик. Чтобы не сделать больно пальчики, можно брать плоскогубцы. Если вы приобретаете гвозди в хозяйственном магазине, их нужно вытирать салфеточкой, чтобы они не портили вашу нитку и вашу работу. Чтобы ваша работа не поменяла цвет, потому что гвозди обрабатывают, чтобы они не ржавели. Теперь наши гвоздики мы будем обивать ниточками. Ниточки подойдут ХБ, например, мулинея или же ирис. Мы возьмем ниточку такого цвета красненького. Для этого нам подойдет еще и незамысловатый такой инструмент. Ручка. Мы проденем туда нитку и будем обивать ей иголочками. Так нам будет удобнее. Для этого нужно зафиксировать хвостик ниточки за крайний гвоздик. Хвостик можно завязать. Можно просто зафиксировать, чтобы потом нам его завязать. Нитку мы туго не затягиваем, чтобы она не ломала изделие, чтобы не гнулись гвоздики и чтобы не рвалась нитка. Для этого туго не затягиваем. Начинаем с серединки и закрепляем за каждый гвоздик. Можно ниточку ввести под разным углом. Можем добавить гвоздики в середину. Добавить маленькое сердце. Направление нити сделать по кругу. И у нас внутри останется еще одно сердечко. Можно задать ниточке любой рисунок, любое направление. От этого будет зависеть, какой результат вы хотите получить. Наше сердце готово. Можно повесить его как декор, а можно подарить как подарок. С Днем Святого Валентина всех! Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки. Надевали маску в общественных местах. Чихали и кашляли в локоть. И защищались от чихов других. Соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером. И будьте здоровы! Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь. Как бежит вода. И как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Давай, шеф. На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Пробегу там телефон. У меня самолет. 13 февраля памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили город Будапешт. Взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, продолжалось 108 суток. В тяжелых боях наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Советский солдат принес венграм свободу. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. 15 февраля. Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата установлена в память о почти 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. Ограниченный контингент вооруженных сил СССР присутствовал на территории Афганистана с 1979 года. 15 февраля 1989 года советские войска с честью выполнившие свой долг были окончательно выведены из Афганистана. Дешево, 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 дешево. О, аэрозоли, микстуры, таблетки, мази, сиропы, бинты и салфетки. Радуют выборы, низкие цены в очень доступных аптеках Формленд. Гардиомагнил. 75 миллиграмм. 100 таблеток всего за 175 рублей.